Всем белка! С вами Катя Бельчик и сегодня у нас новый выпуск шоу Неглядя. Мне всегда хотелось сравнить с чем-нибудь мои любимые чипсы Принглс, но на рынке не было никаких альтернатив. Именно такой коробочки, такой формы. Но недавно в магазине я увидела вот это. Чипсы Лейс Стакс. Честно, до последнего не верила, что они именно такие, но думаю, да, это именно альтернатива Принглс. Вообще Лейс Стакс существует на рынке уже достаточно давно, с 2003 года, но они все никак не доезжали до России. И вот наконец-таки в октябре потребители нашей страны смогли увидеть на своих прилавках. Напишите, пожалуйста, в комментариях, появились ли они уже у вас, потому что я бы не сказала, что они уже очень так распространены, есть ли они в вашем городе. Сегодня мы будем сравнивать наших испытуемых по нескольким критериям. И в конце я проведу закрытое тестирование. Как всегда, первым критерием является цена. Чипсы Принглс стоят, большая банка, 140 рублей. Чипсы Лейс стоят в районе 129 рублей. Я эту цену нашла в интернете, но я лично купила их по скидке за 89 рублей. Пожалуйста, тоже мне интересно, какая цена у вас. Пока еще вот ничего не понятно. Я купила за 89, для меня это значительно дешевле, чем Принглс получилось. Вы скажете, вот, нечестно, давай считать сразу вес, объем. Ну, давайте немножечко подождем. В данном критерии я отдаю победу чипсам Лейс Стакс. И следующий критерий это целостность всех чипсиков. Я думаю, чипсы Принглс уже давно все видели и знают, что они достаточно плотно там лежат и практически не рушатся. Ну, я, по крайней мере, такого особо не наблюдала. Давайте же посмотрим, что у нас вот в этой коробочке Лейс Стакс. Так, смотрите, коробочка, кстати, у нас не битком набита, поэтому я думаю, что не факт, что они все целы. Давайте мы просто сейчас все это высыпем и проверим. Ну, чуть-чуть на дне у нас там есть повреждения, но в целом, в принципе, все ок. Давайте посмотрим тогда Принглс сразу для сравнения, чтобы понять. Мы взяли классику с солью. Принглс более белые. Ну, смотри, здесь тоже, в принципе, вот, вот все произошло. На дне, кстати, удивительно, но у Принглс гораздо больше всего рассыпалось. Сразу так скажу, еще не пробовала, но Принглс более тонкие, поэтому они более ломкие. Ну, наверное, в этом критерии побеждает Лейс. Вот как-то так, да, посмотрите. Ну, и внешне они такие тоже, кстати, симпатичные. Принглс-то мы просто уже все привыкли видеть, а Лейс, ну, что-то необычный. Может, так хочется попробовать. Следующий пункт это вес. У нас есть замечательные мерные весы. Так, как оно тут делается-то? Взвешиваем Лейс Стакс. 121 грамм. На упаковке у нас заявлено 110 грамм. А у нас получилось 121. Так. Я думала, нас производители обманывают, а у нас наоборот перевес. Ладушки, оладушки, давайте дальше. Погнали взвешивать Принглс. Чего? Да, ребятки, ребятки. 165 грамм заявленной упаковки. У нас имеется 163 грамма. Ну, я вот... Вот так вот. Ну... Я думаю, все стало понятным. Давайте именно взвешивать. Нам сложно оценивать эти упаковки, потому что они, ну, как бы разные, да, и по размеру, и по весу. Но поймите одно. Лейс положили нам больше, да, и хотя заявили меньше. Я предлагаю Лейсу отдать этот балл. Ну, в общем, что мы с Бонней-то приступаем. Надеваем масочку и будем сейчас тестировать в закрытую. Только не подсказываем мне, кто где. Чипсы будут или нет? Так-с, ну что, погнали пробовать. Ой, чипсы это. Не, вкусняшка. Вообще, я так люблю эти чипсы все. Я еще не пробовала. Там ничего. Прикол в том, что, когда я попробовала вот эти чипсы, я сразу подумала, что это Принглс. Думаю, вкус-то знакомый, но с детства, конечно, это Принглс. Но когда я попробовала вторые, да, мне кажется, дошло, что это вот эти Принглс. Вот эти чипсы, они прям хрустят. Вот прям вот такой приятный, они как будто тверже, что ли. Они приятно хрустят. И я больше чувствую именно вкус картошки. Да, то, ради чего мы чипсы-то и кушаем, что там нейтрально картошечка, все такое. По соли они вообще одинаковые. У всех, в принципе, достаточно приправы. То есть, я не могу сказать, что кто-то хуже, кто-то лучше. Мне вот это нравится гораздо больше. Я скажу, что они вкуснее, то есть, да, натуральнее. И хрустят прям, круто хрустят. Ну, предположу, что это Лейстакс, но думаю, что я, наверное, угадала. Открою, да? Ну да. Бонь, ну что ты спишь-то у нас тут решается судьба чипсов от... Ой, вообще получилась странная штуковина. То, по ходу дела, во всем параметрам выиграли Лейстакс. Ну, чуваки, я реально их пробую первый раз, и я не знала, что окажется так. Я дум... Я-то думала, что... Принглс, ну мы же всегда его любим. Это же такие чипсы. Они в детстве были такими запретными. Сейчас вот прям вот так вкусненько. Определенно Лейст. Есть у меня еще такой один параметр. Ну, мы не будем включать его там в эти критерии. Вот для меня всегда вот эта банка Принглс казалась очень большой. Маленькая слишком мала. Ты не успеваешь на кушаться. А большая, ну куда ее, да? Ну, как бы, ну, скажется, на компанию, да? Но для одного себя ее всегда много. Вот эта баночка, она прям идеальна. То есть я, в принципе, ну, не такая уж обжора, ну, одному человеку можно спокойно скушать такое количество чипсов. Зачем переплачивать большую стоимость за то, что там у тебя останутся эти чипсики, и они потом уже более влажными и становятся уже невкусными спустя какое-то время. Да, определенно, победа вот этим чувакам. Просто попробуйте, не знаю, оцените. Если вы уже пробовали, опять же, напишите в комментариях, согласны ли вы со мной. Может быть, мое мнение какое-то слишком предвзятое. Но мне понравились они. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем белка. Боня, Боня, проснись, Боня. Как тело из стакс? Ну, Боня, ну, пожалуйста, ну, хоть понюхай. Ну, как оно? Норм? Не, не, не хочу. Не надо. Вискосы мне подгони, лучше женщин. Субтитры сделал DimaTorzok